Доброе утро, коллеги! Доброе утро, коллеги! Я приветствую всех на презентации новой версии Bittrex 20... Вот я знал, что это может случиться! Всего неделя прошла. Действительно, вот это очень плотный график. Всего неделя прошла, и простите меня за эту оговорку. Управление сайтом 16.0. Я приветствую этих замечательных людей. Юрий Волошин, здравствуй. Алексей Сидоренко. Юр, присядь, пожалуйста, мы тебя еще пригласим попозже. Приветствую всех, кто смотрит нас в онлайн. Мы начинаем презентацию, наверное, нашего любимого продукта, который для нас необычайно важен, который очень важен для всех клиентов, которые, можно сказать, связали судьбу своих интернет-проектов с этим продуктом. Я приветствую всех партнеров, которые, как мы знаем, сейчас устроились перед большими экранами, иногда целыми офисами для того, чтобы смотреть и знакомиться с тем, что мы представим в этой презентации и в этом продукте. Очень тесно переплетены наши бизнесы, и очень тесно они связаны с этим продуктом. Итак, новая e-commerce платформа, управление сайтом 16.0. Как обычно, мы принимаем ваши вопросы в Facebook и ВКонтакте. Пожалуйста, направляйте их, пишите нам с хэштегом Bittrex. Мы будем в конце презентации обязательно на них отвечать. И в рамках презентации мои коллеги прямо в этих группах отвечают на те вопросы, которые можно ответить по ходу. Пожалуйста, мы очень ждем ваши вопросы. Присывайте. Да, и очень активно отвечаем на эти вопросы. Очень многие, в общем, стараемся большинство из них ответить. Платформа очень активно развивается. Мы уже даже, наверное, не знаем точно, сколько лет, но мы точно знаем, сколько клиентов. Больше 140 тысяч клиентов пользуются управлением сайтом. И нам очень важно, конечно же, знать мнение, получать оценки этих клиентов. И вот уже несколько лет, но больше двух лет точно, мы постоянно опрашиваем многих наших клиентов для того, чтобы получить обратную связь. И фактически мы задаем им один важный вопрос. Будете ли вы рекомендовать наш продукт? То есть смогли ли мы сделать продукт такого уровня и такой качества, что вам захотелось его рекомендовать? Это мировая практика. Этот показатель называется NPS. Напоминаю, что мы уже его демонстрировали, упоминали в предыдущих презентациях. Он рассчитывается очень просто. Нейтральные отзывы игнорируются, а из положительных вычитаются отрицательные. И получается процентное соотношение. У нас очень высокое процентное соотношение получается. Это 79%. Повторяю, очень важно, что мы это делаем не разово, а постоянно. Вообще, вы знаете, это удивительное число. И огромное спасибо всем и за доверие, и такие высокие оценки. Мы немного цифр поискали. Ну вот, например, компания Amazon 76% NPS. И помимо всех показателей, которых считаем, мы очень много пытаемся собрать и понять и реакцию, и возврат как бы вашего мнения. Это один из самых важных для нас показателей. Спасибо за эту высокую оценку. Существует много разных рейтингов. Некоторые из них мы приведем. Мы специально не занимаемся измерениями на рынке, но обращаем внимание на те рейтинги, которые подсчитываются. Последний из рейтингов iTrack, который обсчитывает зону RU больше 3,5 миллионов доминов, по-моему, даже 4 миллионов. Последние цифры говорят о том, что среди коммерческих систем доля 1S Bittrex 63,30%. И важно сказать, что эта доля постоянно растет. То есть, по-моему, несколько лет назад было в районе 50 с чем-то процентов. То есть мы и были лучшей системой на рынке, и остаемся лучшей системой на рынке, увеличивая отрыв. Очень много интернет-магазинов. Сегодняшняя презентация во многом будет посвящена интернет-магазинам. 27 тысяч интернет-магазинов работают на платформе. Возможности представить все нет, но некоторые мы, конечно, хотели бы назвать. Евросеть, Связной, Эльдорадо, Леруа Мерлен. Магазин, интернет-магазин Хофф. Это магазин Рестор. Магазин МТС. Один из международных проектов Озона. И это, конечно, накладывает на нас большую ответственность по развитию платформы. Есть еще один рейтинг, которым подсчитывают топ-100 интернет-проектов, интернет-магазинов в Рунете. По выручке. По выручке, да. И 26% в этом сегменте занимает платформа 1S Bittrex Enterprise. И мы также горды этим результатом. Это большая победа партнеров в том, что крупнейшие интернет-проекты активнейшим образом используют. Я бы сказал, что мы первые среди вообще тиражных продуктов в этом сегменте. С большим отрывом от всех остальных. Ну, 26% это начальная цифра. Мы, конечно, стремимся на 50 как минимум. Каждый второй? Да, каждый второй. Но есть и мировой рейтинг. V3Tech создает рейтинг CMS по всему миру. И самое удивительное для нас, что мы на восьмом месте в мире. Обгоняем. Мы с 2011 до 2015 года подняли с 2013 до 2008 места. И выше нас только бесплатные системы. То есть все остальные продукты выше нас являются некоммерческими. Это тоже очень большая победа. И я бы хотел отметить, что все это стало возможным благодаря совместной многолетней работе вместе с партнерами. И я думаю, что мы можем честно поаплодировать друг другу за этот прекрасный результат. Спасибо большое, коллеги, за прекрасную работу. Есть бизнес-успехи, а есть технологические успехи. На некоторых хотелось бы остановиться. Технология композитный сайт оказалась очень интересной и очень востребованной. Много проектов реализуют и много применяют. Значительнейшим образом, в сто раз мы говорим о том, что происходит ускорение скорости отображения и демонстрации сайта. Мы активно работаем над технологией, которая позволила бы быстрее, ну чуть ли не в автоматическом режиме, ну или по крайней мере значительно быстрее подключать технологию композитный сайт. И это технология, которую мы запатентовали. Да, мы подали заявку, прошли необходимые длительные процедуры. И вот нам выдали свидетельство, способ выдачи веб-страниц на оборудование пользователя, ну и так далее, и так далее. У нас есть патент на эту технологию, с ним связана одна интересная история. Когда мы подали патентную заявку, ее первоначально приостановили. И патент неповеренный начал задавать вопросы. Вы знаете, очень много, похоже, это частое упоминание слова композитный сайт. Но после проверки оказалось, мы смогли это объяснить, что это все сайты наших партнеров, которые упоминают композитный сайт. И заявка прошла, ее рассмотрели, и мы получили патент на эту технологию. Есть два партнера, которые хотелось бы упомянуть сейчас. Это наши партнеры Кислород и компания Факт. Они за последнее время сделали самое большое число сайтов на композите. Или перевели сайты на композит. Это лидеры в этом направлении. Мне хочется им поаплодировать. Я всегда обращаю внимание клиентов на то, что внедряйте композитную технологию для своих интернет-проектов. Обращайтесь к партнерам для того, чтобы делать технологии на свои сайты на композите. Пульс конверсии. Вообще конверсия, пожалуй, сегодня становится одним из ключевых показателей, на которые обращает внимание клиент. Причем именно динамика конверсии говорит о том, правильно ли работает маркетинг или нет. И многие клиенты вообще смотрят на этот показатель как на один из ключевых показателей, который в дальнейшем ложится в основу бизнес-модели интернет-магазина, которую мы представили для клиентов. Очень интересная технология. Очень простая, но совершенно прекрасная в режиме прогнозирования. Когда, играя параметрами, играя в коэффициентами конверсии, увеличивая стоимость, рекламу, параметры, средний чек, вы можете обратить внимание вообще, какую стратегию вам для развития выбрать интернет-проектов. Очень ценят клиенты и партнеры реализацию простой и наглядной бизнес-модели. Другая технология, которая привлекает особенно внимание, это AB-тестирование. Ну, как это было раньше, да, привлекалась внешняя команда, которая какое-то немаленькое время сначала модифицировала сайт, чтобы вообще провести AB-тестирование. Потом, собственно, проводилось AB-тестирование, отдельно анализировались результаты. Сейчас мы представили технологию, она уже используется, вы знаете, которая позволяет все то же самое проделать любому уполномоченному сотруднику минут за пять. И стало возможно, ну вот мы сделали несколько сценариев самых употребимых сценариев AB-тестирования. Там главная страница, детальная карточка товара и так далее, и так далее. Что это позволяет понять? Ну, например, был один из партнеров, нам рассказал случай, что клиент очень сомневался в целесообразности редизайна сайта в красном цвете. Ну, был представлен красный дизайн. Прямо скажем, они спорили. Они поспорили, что конверсия будет выше в этом варианте. Да, и решили там проверить на конверсии. Конверсия была выше в этом варианте на 0,7%, да, при том, что обычный показатель конверсии в районе там 1-2%, это увеличивало продажу магазина, ну, сразу на 25-30%. И это объективный инструмент принятия решений. И он полностью готов, полностью под руками, то, что раньше, как и со многими функциями в продукте, то, что раньше занимало громадные ресурсы и очень много времени, сейчас доступно, ну, бесплатно в рамках продукта, да, и... Является составной частью продукта. Прекрасный раздел для маркетинга. Когда интернет-проект только открывается, как говорится, все только начинается. Вот тут начинаются расходы, тут начинается управление, и то, что мы обобщили все инструменты, собрали их в единый блок, очень оценили клиенты и оценили наши партнеры. Ну, наверное, хотелось бы еще раз подчеркнуть такую важную мысль, что продукт – это уже не коробка, это уже далеко не коробка. Это набор сервисов, которые являются составной частью этого продукта. Устанавливая его на хостинг, вы пользуетесь и подключаете те или иные сервисы. Система ускорения сайтов, сканер безопасности, система нотификации, персонализация, облачный мониторинг и целый ряд других сервисов. И все это является в большинстве своем бесплатной составляющей для один из битрикс управления сайтом. Ну что ж, пойдемте знакомиться с новым релизом. Что бы мы хотели представить? Релиз большой. Большой по функционалу, большой по значимости и для нас, и для нас. Помимо тех составляющих, которые мы представим, наверное, главной составляющей является новая e-commerce платформа D7. И о ней мы будем рассказывать отдельно, подробно. Но давайте начнем, наверное, с поддержки. Поддержка или как мы называем техподдержка? Это очень востребованный инструмент. То есть мы отвечаем на тысячи обращений. Например, в октябре больше 15 тысяч обращений отвечено. Вот график по году. Мы, опять же, очень заинтересованы в том, чтобы быть полезными. Мы постоянно меряем эффективность техподдержки. И сейчас она составляет, рейтинг удовлетворенности клиента составляет 91%. Мы всех вас просим голосовать по результатам того, как решен ваш тикет. И общая удовлетворенность 91%. Денис Шаромов всегда рассматривает все тикеты, в котором вы поставили неудовлетворен. И вообще мы детальнейшим образом занимаемся этой частью. Но это техническая поддержка. Да, мы хотим, чтобы все представители наших клиентов всегда были довольны технической поддержкой. Ну, то, что мы называем техподдержкой, поддержкой. Будем учиться новому слову. Верни, пожалуйста, на один слайд. Для того, чтобы это происходило, нам нужно, чтобы мы бы очень хотели, чтобы помощь, во-первых, всегда была под рукой. Да, мгновенно. И второе, то, что она стала доступна для всех сотрудников, не только технических специалистов, но и администраторов, всех тех, кто со стороны клиента работает с сайтом в административном разделе. Очень любопытная статистика. 89% обращений типовых. То есть заранее мы можем сдать вам ответ. Но вам приходится ждать, сотрудникам приходится работать с очередью, разбирать, давать типовые ответы. Это тоже накладывает определенный отпечаток. Хотелось бы помогать раньше и своевременно. А еще лучше, если вам удалось бы самим найти этот ответ. И мы представляем вам поддержку 24, так как она будет выглядеть теперь. Как провести АВ-тестирование? Как настроить персонализацию? Как включить композит? С поддержкой 24 вы найдете ответ именно там, где у вас возник вопрос. Если вы хотите измерить конверсию сайта, вы увидите готовые ответы, уроки, видеоролики, как правильно это сделать и как с этим работать. Каждый день команда поддержки, а также наши клиенты и партнеры готовят для вас ответы на важные вопросы. Если ответ вам помог, пожалуйста, оцените его. Ваша оценка подскажет нам, актуален ответ или нет. Посмотрите видеоролики, воспользуйтесь поиском по всем материалам поддержки, чтобы быстро найти ответ. Расскажите нам, что вы искали и не нашли. Мы подготовим нужные материалы и обязательно сообщим вам, когда они появятся. Конечно, вы всегда можете связаться с нашими специалистами команды поддержки. Ответы на ваши вопросы там, где вы их искали. 24 часа в сутки для каждого пользователя сайта. Поддержка 24. Мне кажется, отличный персонаж. Работает микрофон? Да. Отличный персонаж. Он прекрасно себя зарекомендовал в проекте Bitrix24. И мы используем теперь и персонаж, и вообще всю концепцию поддержки внутри управления сайтом. Этот инструментарий будет доступен. Контекстная помощь в том разделе, где вы будете ее вызывать. Коллеги, будьте добры, отключите, пожалуйста, телефоны. Помощь там, где она нужна. Каждый менеджер интернет-проекта. Коллеги, спасибо большое. Я сбился. Ничего, сейчас поможем. Еще раз подчеркнем, что одна из интересных составляющих этой концепции, что мы просим вас указывать, каких материалов вам не хватает. Сотрудники каждый день разбирают заявки и составляют рейтинг. Во-первых, даже рейтинг по частоте обращения в этом месте за поддержкой. Во-вторых, рейтинг по значимости тех вопросов, которые для вас есть. Мы будем готовить сами техподдержки, соберем все видеокурсы, все учебные материалы и все соберем в едином интерфейсе и дадим возможность вам работать. И найти эти материалы без обращения в техподдержку. Также мы дадим возможность нашим партнерам писать самостоятельно, собственно, статьи в этот раздел, в раздел поддержки и выпускать их под своим брендом со ссылкой на сайт для того, чтобы, возможно, вызвать на более детальный разговор клиента. Естественно, мы их будем премодерировать, но, естественно, мы будем стимулировать партнеров для того, чтобы это делать, потому что очень много знаний у партнеров. Нам бы хотелось помочь клиентам совместно с партнерами. Это действительно инструмент поделиться компетенцией, показать, что вы можете и обладаете определенными знаниями по данной тематике, и зачастую получить, соответственно, клиентов. Ну что ж, пойдемте дальше. Этот раздел мы назвали образцово-показательным интернет-магазином. И мы хотим вам представить новую версию интернет-магазина, которую мы выпускаем. Ну почему образцово-показательный? Дело в том, что современный магазин сделать очень сложно. Ну, реально. И поэтому с течением времени все больше и больше клиентов берут тот магазин, который у нас есть в качестве изначально демонстрационного в продукте, в качестве основы для запуска своего первого интернет-проекта. И потом его дальше развивают, наращивают и так далее. И нам бы, естественно, очень хотелось, чтобы этот первый шаг был максимально качественным, невзирая на те сложности, которые сопровождают создание именно современного интернет-магазина. Интернет-проект, интернет-магазин – это и визуально, конечно, привлекательный, и существенные требования по SEO, адаптация, современные требования, без адаптации интернет-магазин уже неправильно, нельзя его выпускать. Персонализация, проверка на АБ, интеграция с 1С, скорость, масштабируемость – все это вопросы, на которые нужно искать ответы. И наша задача состояла в том, чтобы представить вам готовое решение, адаптированное и работающее на самых разных платформах, и мы, собственно, хотим вам его продемонстрировать. Здесь будут основные сценарии представлены, о которых мы хотели бы рассказать. Так будет выглядеть современный наш поставляемый из коробки интернет-магазин. С самыми разными эффектами, с видеороликами в начале презентации, и здесь мы его смотрим на персональном компьютере. Навигация, система просмотра, переход, поиск товаров. Конечно, умный фильтр, который стал составляющей для большинства интернет-проектов. Удобный, с работой с брендами, с производителями, с материалами, СКУ. Самые разные атрибуты, элементы, которые могут потребоваться. Я попрошу сейчас переключить на планшет Юры, для того, чтобы продемонстрировать, как этот же магазин будет работать на планшете. Юра, собственно, показывает, как это выглядит на планшете. Магазин адаптируется. Те элементы, которые не должны показываться на данном типе мобильного устройства, будут недоступны. Но вся система навигации, в данном случае на планшете, адаптирована, но, соответственно, работает. Он подготовлен для тач-устройств, позволяет работать и с умным фильтром, и с выбором, и делать переход, собственно, непосредственно в сам товар. И здесь будут работать, опять же, используя тач-устройства, и подарки, и наборы. В данном случае вот как раз редактирование набора, выбор комплекта, который будет производиться для заказа. Юра показывает сам заказ. Ну и здесь мы в качестве, так сказать, режима хотим показать, как этот же магазин будет выглядеть на мобильном устройстве. Как он адаптируется, как меняется его дизайн, как уходят тяжелые элементы, остаются только те, которые приемлемы на данном типе устройства. И еще раз, это адаптивный интернет-магазин, который не требует переверстки, а работает правильно в необходимых режимах, так как это необходимо покупателю. Мы еще отдельно поговорим про процедуру оформления заказа. Спасибо большое. Верните, пожалуйста, нам презентацию. Юр, ты не убегай далеко. Я попрошу тебя поучаствовать дальше в презентации. Таким образом, интернет-магазин обновился. Он привлекательный, современный, хорошо и правильно воспринимается клиентами. У тебя работает микрофон? Раз. Раз. Целый набор SEO-требований, они все учтены в составе продукта. Вы можете проставлять автоматически простановками мета-тегов, они берутся из готовых шаблончиков. Вам при создании товаров не нужно будет задумываться о том, чтобы эти требования выполнять для SEO. Они будут проставляться автоматически. И набор требований большой. И ЧПУ правильное, и ссылки, и правильное перемещение в заголовке. Много критериев, много атрибутов, которые требуется учитывать. Все это работает, как мы уже говорили, на всех типах устройств. В том числе, это совместимо и работает с мобильным приложением для интернет-продаж, которое можно выпустить. Это также сразу готово с системами интегрированной, системами персонализации. Персонализация появляется в разделах, в списках, в разделах карточки товаров, в детальной карточке товаров. И на главных страницах, безусловно. На любых страницах, кроме корзины, мы выводим вам персональный раздел, чтобы клиенты могли получить персональную выдачу. От 9 до 37% увеличения продаж при использовании сервиса персонализации нашей компании. Мы детальнейшим образом тестировали этот магазин. Много разных тестов и много разных выводов сделали. И по нашим оценкам, с предыдущей версии, которую мы представляли, конверсия этого проекта практически в два раза выше, чем предыдущего интернет-магазина, который мы вам представляли. Мы продолжаем интеграцию с 1С. И самым главным, что появится в новом релизе, это поддержка разделения заказов, отгрузки, отдельные отгрузки, отдельные оплаты. И все это будет интегрироваться с 1С в реал-таймовом режиме. Кроме разделения заказов, мы будем передавать изменения статусов по всем этим документам. Соответственно, вы можете отслеживать, как работают ваши кладовщики и бухгалтера. Одно из ключевых преимуществ – это теснейшая интеграция с 1С. Мы поддерживаем, наверное, все популярные редакции. В этом релизе мы дополнительно поддержали ERP 2.0 и УПП – управление производственным предприятием. Здесь мы не успели написать редакцию, но управление производственным предприятием также будет поддержано. Проверка на всех устройствах. Сегодня, помимо SEO-требований, необходимо правильно выглядеть на мобильных устройствах. Магазин попадает в зеленую зону. Как для мобильного устройства мы получили 86 баллов, так и для компьютера. Сейчас немножко спустится ролик, и мы переключимся на компьютер. И для мобильных, и для компьютеров. По скорости мы используем максимальный набор технологий, который поставляет продукт для того, чтобы оказаться в правильной зеленой зоне. И ваша поисковая выдача в Гугле, чтобы вы вообще имели преимущество по отношению ко всем остальным. Итак, готовое решение с композитным сайтом. Наше решение поставляется с автоматически включенным композитным решением. Вы можете, не настраивая, ничего не делая, просто включить галочку «Использовать композит», и он у вас заработает на сайте. Мне кажется, она по умолчанию даже включится. По умолчанию она включится, но если вдруг нет. И это одна из главных технологий по получению лучших результатов по скорости. Композит, скорость сайта, объединение и сжатие JavaScript и CSS, перенос их вниз, подключение, ускорение сайтом с сжатием картинок. Все технологии. Это тест, который мы получаем на текущей версии. Мы предполагаем, что с этим решением вы будете твердо находиться в области очень быстро. Это прекрасно и для клиентов, и прекрасно для вас. Конечно, не забываем, что это зависит от хостинга и от местоположения вашего хостера. Результаты нагрузочных тестов. Мы напоминаем, что, наверное, одна из главных задач, пожалуй, ни один проект не выпускается, пока мы не проведем общие нагрузочные тесты. Этот интернет-магазин на 700 тысяч с лишним уникальных посетителей, 30 тысяч товаров в сутки, это практически 15 миллионов программных страниц. Отличная нагрузка и отличный запас по масштабированию. И мы даже утверждаем, что, в принципе, можно начать торговать, начать интернет-торговлю за два часа. Мы представили, как мы говорим, образцово-показательный интернет-магазин, но есть ряд технологий, которые позволяют настраивать его быстрее для себя. Одна из технологий – это мастер, а другая связана с изменением модуля управления рекламой и модуля управления баннерами. Новый модуль поддерживает отображение как картинок, так и видеоданных. Он поддерживает параллакс-баннеры, это достаточно красиво и привлекает клиентов. В баннерах появилась настройка, которая может задать, на каких типах устройств отображается какой контент. Соответственно, вы можете не показывать тяжелые баннеры на мобильных устройствах, не запускать видеоролики в автоматическом режиме на мобильных устройствах. Очень легко можно поменять фотографию, картинки, видеоряд в конкретных местах вашего сайта. Это могут делать обыкновенные менеджеры. Для этого ничего не требуется, не требуется даже перехода в публичный раздел. Мне кажется, очень ценное свойство – это возможность настраивать баннеры и вообще листалку этого баннера в соответствии с типами устройств. То есть, как это выглядит на мобильных устройствах, на планшетах и так далее. Модуль обновился, многостраничные баннеры, баннеры с видео, с параллакс-эффектом, адаптивные баннеры. И полностью модуль переведен на платформу D7. Мы будем много вообще говорить о том, что вообще продукт в очень большой степени переходит на новую ядро и на новую архитектуру. Ну что ж, и вся e-commerce платформа переходит и на D7. И мы, в общем, представляем вам новую архитектуру, которая разрабатывалась много лет. И, собственно, развитие этой архитектуры мы завершаем в этом релизе. Одна из самых важных категорий для нас, пункт, о котором мы все время думаем, это ответственность перед клиентами. Мы считаем, что доверив нам свой интернет-проект, вы рассчитываете на протяжении многих лет развивать его вместе с нами. А это значит, что, выпуская продукт, меняя его архитектуру, мы должны сохранить ваши проекты. Мы должны сохранить их работоспособными, сделать их более быстрыми. Одним словом, сохранить те инвестиции, которые вы уже сделали в интернет-проекты, в интернет-торговлю. И мы помним об этом всегда. Но история развития, кстати, на протяжении многих лет показывает, что нам вообще это удается. Продукту больше 10 лет. И на протяжении всего этого времени мы реконструировали и интерфейсы, и меняли архитектуру, и развивали. И это происходило всегда успешно, с сохранением всех форматов и решений, которые вы использовали. Один из наших первых клиентов, я помню такое, компания ReadLabs, разработчики почтовой программы TheBat, до сих пор пользуются версией, хотя они в первый свой проект запустили на версии 3.0, а сейчас версия 16. Я считаю, что, конечно, это огромная победа. Где-то в 2013 году мы запустили новую архитектуру D7 и начали последовательный перевод всего продукта на новую архитектуру. А в 2014 мы начали реконструкцию e-commerce платформы. И вот, собственно, мы подошли к текущему релизу, к текущему моменту, когда предыдущая e-commerce платформа останавливается, она перестает развиваться. То есть та версия, которая сейчас есть, до версии 16.0, она останавливается. И происходит полный переход всех проектов на новую архитектуру, на новую e-commerce платформу. Это очень важно понимать, потому что необходимо будет конвертировать проекты последовательно, и мы сейчас покажем, как это будет происходить. Но вообще новая платформа – это не просто код, не просто структуры, таблицы. Это совершенно новые требования ваши, это новые требования времени зачастую, это, конечно, новая архитектура. И мы создаем переходом этим для себя фундамент, ну, наверное, на следующие 10 лет для развития продукта и для развития платформы. Как произойдет переход? Давай сразу уже покажем, как это будет на ролике. Получив последнее обновление, мы предложим вам запустить мастера установки. Запуская этот мастер, мы проведем вас по определенным шагам, которые достаточно простые. Самое главное – это сделать резервную копию вашего интернет-магазина. Ее желательно сделать, потому что переход достаточно сложный для надежности сделать это. Мы перейдем вас автоматически на местоположение 2.0, они требуются для новой e-commerce платформы. На этом, в принципе, шаги все закончены, и можно запускать конвертацию. Будут перенесены все ваши данные, сконвертированные таблицы, переведены на новые таблицы. Конвертация проходит достаточно быстро. Это все проходит в реальном режиме времени. Я следующим слайдом покажу наши характеристики и замеры, которые мы выполняли. На время конвертации мы закрываем публичный раздел. Помните об этом. Старайтесь делать конвертацию в то время, когда наименее большой поток на ваш сайт. Проведя конвертацию, вы увидите, что в публичном разделе ничего не изменилось. Мы попытались сохранить полностью работоспособность вашего магазина, сохранить ваши инвестиции. То есть все работает, конвертация пройдена. Сохранение публичности, сохранение публичной функциональности и вообще сохранение всех вложений, которые вы делали в продукт. Немного цифр о скорости. Для замеров и для отладки конвертера мы использовали интернет-магазин с полутора миллионами заказов. Примерно 10 минут занимает конвертация проекта. На достаточно слабом железе. Да, в общем-то это невыдающееся железо. И мы сегодня абсолютно уверены, что технических проблем с переносом данных у вас не должно возникнуть. То есть существуют структуры предыдущего интернет-магазина, и все данные из них без потерь будут перенесены в структуры нового интернет-магазина. Наверное, можно даже сказать, что это как раз та система, та ситуация, когда меняется двигатель внутри машины, а капот остается прежним. То есть вы не увидите, зачастую не увидите, каких-то глобальных изменений с интерфейсов или снаружи. Но с точки зрения и архитектуры, и с точки зрения разработчиков, под капотом будет совершенно новый двигатель. На сегодняшний момент уже переведено больше двух тысяч интернет-магазинов, сконвертировались, работают. Мы делали отдельную презентацию, вебинар проводили о том, как происходит переход. Мне кажется, у вас там было какое-то рекордное число. Около тысячи человек смотрели этот онлайн, есть запись семинара, и мы обязательно еще раз проведем подобные вещи. Но вы, тем не менее, увидите эти изменения, мы сейчас обратим ваше внимание на то, что, конечно, в первую очередь бросятся вам глаза. Рассмотрим базовый сценарий. Вам поступил заказ, по которому вы не можете сделать всю отгрузку клиенту. Вы просматриваете заказ, видите в нем достаточно большое количество позиций. В старом схеме работы магазина вам необходимо было создавать новый заказ. Здесь же можно просто удалить отгрузку, которую система сделала автоматически, создать новую на именно то количество товаров, которое есть в данный момент у вас на складе. Выбирается склад, выбирается количество, заполняется документ, отгрузка производится. Поступил новый товар, вы делаете новый документ отгрузки в этом же заказе, добиваете нужное количество и делаете отгрузку. Но может возникнуть ситуация, когда вы не знаете, все ли вы отгрузили клиентам, и нужно было раньше считать, есть отгрузка, нет отгрузки. Сейчас есть специальная страница, анализ заказа, которая показывает, что оказывается не полностью заказ был отгружен. Мы видим, какие документы были сделаны, вы можете добавить еще документы и доотгрузить заказ клиенту в полном объеме. Отдельное управление отгрузками для кладовщиков, отдельное управление приходами денег, платежными системами. Я бы, наверное, отметил, что система управления заказами объединяет сегодня все источники, каким образом заказ может быть сделан. Через веб-интерфейс, через мобильное устройство, через мобильное приложение, через терминал, через телефон, через оффлайновую торговую точку заказ может поступить в 1С. Здесь будут объединяться все заказы, которые поступают. Это то, что зачастую называют Omni-Channel, многоканальность объединения в самых разных каналах для менеджмента заказов непосредственно внутри системы управления интернет-магазином. В этот же список, дополню, попадают и те заказы, которые сделаны на торговых площадках. Мы поддержим на данный момент две торговые площадки, это Яндекс и eBay. Обновляется система управлениями служб доставки. Как, собственно, идет время, меняются сами службы доставки, так обновляется и эта составляющая часть, логистический модуль системы. Складывается тенденция, что магазины не хотят строить логистические цепочки, а дают это как бы на аутсорс тем компаниям, которые профессионально этим занимаются. Менеджер в конце дня получает список всех заказов, одной галочкой отправляет эти заказы в виде заявки в конкретную логистическую компанию, которая занимается этой доставкой. Приезжает курьер, забирает товары и делает отгрузку. После упаковки товаров и отправки магазин автоматически по АПИ получает всю информацию о движении по этому заказу и клиенты сразу же видят, где находится заказ, на какой стадии и так далее. Клиентам уходят письма, правильная идентификация движения цепочки логистической. Мы поддерживаем все популярные системы и в маркетплейсе 53 модуля для самых разных служб доставки. Используйте, интегрируйте и доставляйте быстро товары для своих клиентов. Меняется схема управления платежными системами в новой e-commerce платформе. Одним из неудобств для клиента, для конечного потребителя интернет-магазинов было то, что сложно было настраивать немножко службы оплаты. И для этого требовалось вызывать каких-то специалистов из этих служб оплаты или вас как партнеров. Мы сделали изменения, теперь достаточно указать три элемента информации для подключения операционной системы. Идентификатор, который вы получаете в платежной системе, логин и пароль. И, собственно, вы подключили службу доставки плотным образом интегрированную по АПИ с системой. По-моему, отдельные изменения коснулись еще возврата денег. Да. Мы добавили легкий возврат денег. Два агрегатора платежных систем уже поддержали эту возможность. Вы теперь можете видеть, какие транзакции к вам поступили и сделать возврат этих транзакций тем же способом, который клиент оплатил, которым клиент оплачивает. Существует масса сценариев, с которыми сталкиваются интернет-магазины. Это один из них, и мы стараемся все их закрыть и реализовать непосредственно внутри продукта. Еще раз, наверное, отмечу, что поддерживаем все популярные платежные системы. Целый список входит в стандартную поставку и 88 модулей непосредственно в маркетплейсе для интеграции других платежных систем. Новая система управления профилями пользователей. И этот блок обновился и изменился. Главное решение, которое бы здесь сделано, это чтобы запрашивать у клиента только ту информацию, которая необходима для конкретной доставки или для конкретной оплаты. Если клиент выбирает доставку самовывозом, никакой информации, кроме его имени и номера телефона, не требуется. Соответственно, система запросит только эти два параметра. Это все влияет на конверсию, уменьшает объем запрашиваемой информации. Но вообще в системе управления профилями я ценю другую возможность. Я очень ценю набирающийся профиль пользователей и всех клиентов. Одним словом, мы храним всех ваших посетителей, всех покупателей, оформленные заказы, либо отмененные заказы, просмотренные товары и брошенные корзины. Эта вся информация потребуется вам, когда вы будете коммуницировать с клиентом, давать ему предложение. На базе этого строятся персональные, либо другие рекомендации, как продать дополнительный товар, либо вообще поработать с этим клиентом. Кроме этого, менеджер по звонку клиента может помочь оформить заказ через эту же систему. Кстати, многие магазины поддерживают режим, когда кому-то неудобно, и они оформляют заказ по телефону, находят клиента, корректируют этот заказ, либо вообще его просто заводят в этот момент, и он, ну, по сути, ваш телефонный покупатель. Вроде как бы интернет-покупатель, но по телефону. Новая система управления складами в новой e-commerce платформе. Неограниченное число складов, учет складских остатков, перемещение, единицы измерения, целый ряд вещей, которые связаны с складами. Самым глобальным изменением, которое произошло в складах, это работа с точками самовывоза. В больших городах и в больших магазинах может быть тысячи, десятки тысяч точек самовывоза, и клиенту очень тяжело выбирать их из списка. Мы сделали возможность поиска по конкретной улице, где проживает клиент, мы выдаем близлежащие точки автоматически, где он может забрать заказ, и клиенту достаточно из небольшого списка выбрать только те места, где ему удобно его забрать. Каждый из этих модулей на протяжении последнего, наверное, года-полутора реконструировался, переводился на новую архитектуру, менялся, и теперь все это объединяется в новой платформе. Все это согласовано и объединено. Но не только эти модули, есть целый ряд дополнительных возможностей, которые появляются. Сегодня сложно представить магазин без торговых предложений, большая работа связана с реализацией ваших желаний, ваших потребностей с работой с торговыми предложениями. А потребности клиентов растут с каждым днем, и мы, собирая фидбэк, делаем самые важные возможности, которые требуются вам. Это сортировка торговых предложений по наличию. Появилась возможность убирать торговые предложения вообще из списка, либо опускать их вниз, чтобы они не маячили на верхних строчках списка, и клиент делал только те заказы, которые доступны. Также появилась возможность сравнивать товары вплоть до торговых предложений и подписываться на временно отсутствующие товары вплоть до конкретного торгового предложения. С определенным цветом, с определенным размером, с определенными показателями. Наборы и комплекты – один из ключевых инструментов, который позволяет увеличить средний чек для интернет-магазина. Вы просили нас увеличить количество товаров, которые входят в торговые предложения, теперь оно не ограничено. Мы переработали компонент, он стал более качественно работать и более хорошо адаптироваться к небольшим экранам, к планшетам, к тач-устройствам. Очень легко менять товары в списке, которые выбраны, и, соответственно, клиент увеличивает вам средний чек вашего магазина, потому что покупает товар в один клик. В комплектах очень удобно стало создавать комплект, и мы делаем полный автопересчет остатков, веса, цены товара. Вы просто набираете те товары, которые входят в конкретный комплект, и мы выводим всю информацию автоматически. И без сомнения, это одна из больших задач состояла в том, чтобы сделать всю процедуру покупки адаптивной, сделать ее работающей и правильно работающей на мобильных устройствах. Сложнейший компонент, прошел много итераций, мы очень старались, проводя АБТ-тесты, сделать этот компонент очень удобным, мы надеемся, что он вам понравится. Он дает возможность разделять заказы, он дает возможность выбирать конкретные точки самовывоза, конкретные оплаты, делать оплату и доставку несколькими способами и так далее. Собственно, это закрывает и заканчивает всю концепцию адаптивного интернет-магазина. Эти компоненты прекрасно подойдут вам не только в этом дизайне эталонного магазина, а вообще в любом вашем проекте, где вам это потребуется. Подарки и подарки в компонентах. Там видеоролик следующий. А, да, давай, собственно, на ролике покажем. Подарки теперь вас преследуют по магазину, вы ходите по магазину, заходите в список, мы показываем, что подарки есть в доступной для данного раздела. Вы пытаетесь купить какой-то конкретный товар, мы в самой карточке товара показываем, что есть конкретные подарки к данной карточке. Вы делаете покупку, мы в корзине тоже показываем, что есть подарки, стараемся сделать приятное клиенту. Правда, здесь еще кнопка «Купить» в этом ролике, но уже в поставке она называется «Выбрать», потому что так понятнее и правильнее. Но вообще подарки – прекрасный инструмент поддержания и построения эмоциональных коммуникаций с клиентами. Очень многие магазины дарят небольшие элементы, вещи. Ну вот Юра всегда вспоминал пример, когда с поставкой торта они дарят свечку на день рождения. Да, одну, потому что ее нужно задувать, и всегда у людей эта проблема, а здесь они получают этот маленький сувенир, и он прекрасно им помогает построить эмоциональные отношения с поставщиком и построить длительные отношения. Маркетинговые акции. Мы уже говорили о том, что, собственно, запуск проекта – это только начало его жизни. Вот тут как раз маркетологи начинают работать, и целый инструментарий по работе со скидками, с акциями, с купонами, интерфейсами и всем, что связано с работой маркетолога. Мы собрали самые важные акции, это 25 таких готовых решений, которые помогают вашему отделу маркетинга быстро создавать акции, быстро запускать и концентрироваться не на задачи, как это все запустить, а на задачи, как эта акция будет работать и как донести пользу до конкретного клиента. А я бы обратил внимание на те акции, которые отмечены значком 1С. Это акции, которые одинаково проходят и в офлайне, и в онлайне. И это синхронизируемые между 1С и между интернет-магазином маркетинговые акции. Это также важно, особенно для крупных торговых точек. Продолжается развитие интеграции с торговыми площадками. С Яндекс.Маркетом у нас все было прекрасно интегрировано, поддерживали самые разные сценарии, включая их новые технологии по оформлению заказа. Я очень рад, что все-таки завершился процесс разработки вместе с компанией eBay. Они недавно анонсировали, что можно размещать у них номенклатуру. И на своей стороне, у нас уже достаточно давно был дописан этот функционал. Собственно, там есть мастер, вы можете воспользоваться. И компания eBay, насколько я помню, предлагает целый набор поддержки и помощи в публикации и продвижении ваших товаров в своих каталогах. Проведут вас по всем этапам подключения и сделают возможность вашего подключения, ускоренного подключения. Воспользуйтесь, модуль доступен в бете, можно устанавливать и пользоваться. Ключевым моментом мы вынесли интеграции в отдельный раздел, потому что мы понимаем, что торговые площадки будут расти, добавляться, и мы сделали это отдельным разделом. Да, есть все шансы, что там появятся и Алиэкспресс, и другие площадки для размещения своих товаров. В целом, все это достаточно часто называется мультиканальными продажами. Мы создали такую схему, на которой попробовали представить вам новую архитектуру того, как сегодня выглядит продукт. И новая e-commerce платформа. Система управления заказами, система управления товарами и ценами, блок управления маркетингом и отдельный, наверное, уникальный блок облачных сервисов. Через единую интеграционную шину это связано с платформой 1С, со всеми редакциями, с внешними учетными системами, с Bittrex24, CRM, телефонии и мессенджером, с маркетплейсом и с самыми разными системами интеграции. Это технологическое решение сразу поддерживает эластичный веб-кластер и технологии масштабирования, мы об этом еще скажем, композитные системы и то, что мы с вами называем шаблонами, системами визуализации и быстрой разработки, адаптации под самые разные устройства. Ну и, собственно, мобильные планшеты, персональные компьютеры, мобильные приложения, розничные магазины, телефония, наверное, в перспективе мессенджеры. Все это самые разные каналы, через которые можно будет размещать и делать заказы. В каждом из этих блоков есть отдельные подробности, мы потом представим эту схему, наверное, в полном варианте, сейчас не будем на ней детально акцентироваться. Новая платформа – это не только бизнес-решения, но и технологические решения. Конечно, это соответствует новым технологиям и паттернам разработки. Это современные технологии объектного проектирования, системы масштабирования, поддержка построения мастер-мастер-систем, веб-кластерных систем, систем масштабирования. В новых модулях вы не сможете пожурить нас с отсутствием документации. Все новые классы документируются в API через PHP.doc. Соответственно, набирая их в IDE, вам будут подсказаны какие-то параметры по данному классу и его описание. Ну, можно, наверное, нас всех поздравить с тем, что двухлетний, наверное, цикл разработки новой e-commerce платформы завершен. И в самое ближайшее время она поступит в релиз, и мы станем работать с платформой, которая создана с большим запасом на ближайшие 10 лет и позволит нам всем вместе и сохранять, и развивать наши интернет-проекты. Спасибо большое разработчикам за эту огромную проделанную работу и особая благодарность за ту совместимость, которую удалось добиться по развитию и по конвертации, по сохранению интернет-проектов. Ну что ж, пойдем дальше. E-mail-маркетинг. Отдельный блок, с которым мы много, и каждый из вас много работает. Вообще тема почты. У тебя работает микрофон? Да. Отлично. В предыдущей презентации мы убивали почту. Но это рабочая почта. А здесь эффективный инструмент, да, увеличение фактически на что работает e-mail-маркетинг. Это всегда увеличение конверсии, увеличение среднего чека, увеличение LTV-параметра, то есть сколько денег мы с этого клиента за все время нашего с ним общения получим. И e-mail-маркетинг очень хорошо работает на увеличение этих показателей. И e-mail-маркетинг – это индивидуальные рассылки, которые можно выполнять, можно управлять большущими, просто огромными базами клиентов и делать индивидуальные рассылки и вручную, и настраивать автоматику. И отдельный блок связан с триггерными рассылками. То есть те, которые происходят автоматически при возникновении определенного события, и которые экономят огромное количество ваших сил, но в то же время позволяют вам увеличить, как мы говорили, и средний чек, и дополнительные заказы сделать. Ну, например, да, то есть после покупки, события, покупка, да, человек купил фотоаппарат, через несколько дней, да, логично предложить ему сумку к фотоаппарату, ну, если не делать этого прямо в моменте оформления заказа, вот, сумку, дополнительные флешки, там, батареи и так далее, и так далее, и так далее, объективы, возможно, и все это можно делать не руками, а автоматически. Ну, мы сегодня вам расскажем о том, как мы научили эту систему саму подбирать те предложения, которые можно предоставить для этого клиента. Но пока давайте расскажем вообще о простоте. Одна из самых главных задач, с которой сталкиваются те, кто пользует рассылки, нужно письмо легко подготовить, его нужно правильно сверстать, там же вообще особенный HTML, да, он должен быть и такой, и сякой, и на мобильном устройстве, он и так выглядит должен, он должен выглядеть по-другому, и мы разработали замечательный инструментарий по созданию рассылок. Посмотрите, как он выглядит. Мы создаем рассылку, даем ей название, небольшой у нас мастер, давайте пробежим, следующий шаг, выбор тех, кого мы рассылаем, ну, берем 20 тысяч адресов, небольшую рассылочку, следующий шаг, и вот тут обратите внимание на новый конструктор, который позволяет вам редактировать этот шаблон, сделать его простым и подготовить так, как он нужен. Вот коллеги, собственно, редактируют письмо, меняют предложенный стандартный шаблон, размещают новые блоки, посмотрите, есть целый список, это делается рассылка, она, кстати, правильно сможет отобразить те, которые уже у вас были, подберет и предложит вам дополнительные блоки. Ну, вот коллеги готовят индивидуальную пока рассылку, мы потом покажем много других вариантов. Подготовили текст, поменяли материалы, все происходит в реальном режиме времени, вы готовите рассылку, и далее вы можете проверить, как она будет выглядеть на разных типах устройств. Так она будет выглядеть на смартфоне, так она будет выглядеть на планшете, или следующий вариант, как это будет выглядеть на персональном компьютере или в персональной почте. Все готово, перешли к следующему расписанию, указали, когда хотим отправить, и производим рассылку. Ну, вот это вот отправка в реальном времени фактически. Прекрасный получился редактор. Очень легко подготавливать письма, очень легко публиковать. Вообще у этого редактора большое будущее, но об этом мы будем говорить в дальнейшем. На него у нас большие планы в самых разных составных частях этого продукта. Теперь же вы сможете быстро готовить, редактировать письма, готовые шаблоны, наборы базовых блоков, прямо готовые пресеты, которые позволят вам выпустить рассылку за считанные минуты. Но есть один важный момент. Мы раньше пользовались внешними системами рассылки и решили, что в этом году мы завершаем использование всех внешних систем рассылки. Все, в дальнейшем наша компания будет сама пользоваться своим же инструментарием для того, чтобы выполнять все рассылки, которые мы достаточно часто используем. Ну, вы можете поступить точно так же вместе с выпуском этого релиза. Идемте дальше. О, здесь очень много дополнительных вещей, я не буду на этом сейчас детально останавливаться. Давайте перейдем пока еще к рассылкам, но уже со словом бигдата. Персонализация в рассылках и персонализация в триггерах. Бигдата вообще замечательное слово. Отлично работающий инструментарий. Всего два года назад мы сомневались, вообще нам стоит ли создавать это. Сегодняшний кластер, который обслуживает этот проект, миллиард сто тысяч событий, которые мы обсчитываем. Четыреста уникальных куков, уникальных пользователей. Четыреста миллионов, Сергей. С нулями путаница. Семнадцать тысяч магазинов пользуются сервисом персонализации. Я думаю, наверное, мы один из самых популярных сервисов персонализации в Рунете. По количеству интернет-магазинов и вообще частоте использования. И мы каждый раз подчеркиваем, что бесплатно вы можете увеличить продажи своего интернет-магазина. Десять, тридцать семь, девять, тридцать семь процентов. В самых разных областях размещаются сервисы. Главное список, детальная карточка товара. Есть рекордсмены, которые вообще по возможности везде расставляют этот сервис. И есть там фантастические величины по увеличению. Но мы все-таки вам показываем среднестатистическое увеличение по сервисам персонализации. Ну вот если применять к e-mail рассылкам, то что такое? Очень просто объяснить. Когда вы получили письмо и гадаете, что я такого сделал, что мне пришло такое предложение. То есть где я был настолько неправ, что вот это вот мне пришло. Либо вы говорите, что «Хм, это вот удивительно, это, наверное, вселенная это звалась, но это именно то, что мне сейчас нужно». Откуда они знали, что эта штука мне нужна? Вселенная это звалась. Мы видим три сценария персонализации рассылок, используя наш сервис персонализации. Первый сценарий – новинки каталога. Каталог большой, появилось 20 новых наименований. А у вас каталог, не знаю, 100-200 тысяч. Будет ли правильно разослать всем уведомление о том, что вот у вас замечательные 20 новых товаров? Скорее всего, вряд ли. Потому что вы же должны делать это чуть ли не каждый день. Сервис персонализации, который мы представляем, сам отберет тех посетителей, всех ваших клиентов, которым может быть интересен этот анонс. Один из этих новых товаров. Один из этих товаров. Или несколько из этих новых товаров. Соберет для них это персональное письмо и сделает рассылку только тем пользователям, которым это необходимо. Таким образом, вы можете настроить автоматику, которая будет персонализирована, работать по очень узким группам, предлагая соответствующие анонсы, тогда, когда это необходимо. Второй сценарий. Сопутствующие товары. Это вот как раз тот случай, о котором рассказывал Алексей. Вы приобрели крючки. Неплохо бы предложить вам надувную лодку. Скорее всего, вы на рыбалку будете ездить. Ну, потом купил лодку, мотор к лодке, потом кредит на все на это. Сервис персонализации на основании персональных данных вашего покупателя, на основании его сходства с другими покупателями, их интересов и их покупок. Там целый профиль того, как это считается. Как нам вчера Саша Сербул говорил. Мы берем сначала эту матрицу, потом поворачиваем ее на 90 градусов, потом выбираем из нее, соответственно, другие данные. И на выходе у вас появляется шесть товаров, которые мы этому покупателю можем предложить для покупки после того, когда прошло, например, три дня после предыдущего заказа. Ну, третий сценарий – это избавление от складских остатков. Мне кажется, вообще уникальный сценарий. Завалялось у вас две видеокамеры. Кому? Кому они нужны, да? И сервис персонализации даст вам ответ, кому они нужны, кто с большой вероятностью заинтересуется и купит то, от чего вы хотите освободить склад. Ну, для того, чтобы у вас возникло визуальное представление, что это очень легко и просто делает, мы покажем вам, как готовится одна из персонализированных рассылок. Так же, как вы готовите триггерное письмо, вы редактируете в данном случае, например, саму рассылку. Давайте поправим несколько блоков. Здесь делаем, напишем, это же у нас шаблон. Скажем, что у нас есть специальное предложение для вас. Уберем один из блоков и вместо него поместим сервис больших данных, который будет выглядеть таким образом. Когда вы пойдете в предпросмотр, мы покажем, что бы мы советовали вам. Но это совсем не то же самое, что будет отправлено клиентам. Еще раз подчеркнем, каждому клиенту будет отправлено персональное предложение, то, которое, как мы считаем, должно соответствовать его интересам. Замечательный, простой функционал – персонализация в системах рассылки. И мы говорим о том, что теперь вы можете сделать их более, так сказать, дружественными для своих клиентов и сможете больше любить их. Ну что ж, пойдемте дальше. Немножко деталей про единую авторизацию. Есть такая история. Ну, у нас есть много клиентов, которые нуждаются в подобном сервисе. Одна из них – компания Inventive Retail Group, сегодня присутствует в зале. Спасибо большое, что вы с нами. Много сайтов на разных копиях продукта, то есть даже немного сайтовая конфигурация. Понятно, что в таких случаях очень удобно иметь один вход, то есть один раз свел имя и пароль, авторизовался, и дальше имеешь возможность работать как администратор, ну, в рамках своих полномочий, с разными сайтами всей группы. Мы хотели сделать это очень простым. После обновления на 16.0 у вас появится соответствующий значок. После авторизации мы предложим вам связать ваш профиль в продукте с любой авторизацией, которая у вас есть, или из вашего Bitrix24, или вообще из Bitrix24 Network. То есть вам может не обязательно заводить себе отдельный портал, но это такой единый паспорт для проектов, созданных на базе платформы. Все, в дальнейшем у вас появляется возможность, нажимая кнопку, так же, как вы соцсетями авторизоваться, используя Bitrix24, и все проекты, на которых вы будете использовать эту авторизацию, будут представлены у вас в системе навигации, вы легко сможете между ними переходить, вы легко сможете с ними работать. Ну и в принципе, в перспективе, вы сможете использовать это и для клиентов, которые будут располагать единым входом на всех ваших проектов. Концепция очень развивается. Мне кажется, очень простая, очень понятная концепция, которая позволит сделать нашу единую жизнь лучше. Это называется Single Sign-On, единая авторизация. Очень важно, наверное, что после обновления на 16.0 мы сами автоматически сгенерируем индивидуальные токены для каждого проекта, проинсталируем, и вам не потребуется ходить и делать какие-то дополнительные административные усилия. Все это очень просто инсталлируется в продукт. Помимо самой платформы, в этом релизе мы обновляем мобильное приложение, выпускаем версию 3.5, в нем появляется оффлайн-режим, новые параметры для конструктора приложений, к ним, кстати, очень активно пользуются. Теперь можно изменять дизайн нативных элементов, используя CSS. Отличная технология, мы очень детально показываем, обычно это на партнерке. Поддержка новых архитектур, новые элементы, Android до 6.0 и iOS до 9.1. Соответствующие изменения платформы будет доступно. Сегодня уже более 200 приложений доступно на платформе 1SBITREX мобильное приложение. Это как довольно ожидаемые стандартные решения интернет-магазины, приложения сообществ, газеты. Сервисы доставки. Да, так и заказ такси, фитнес-тренеры, то есть совершенно разнообразные решения. Муниципальные организации, да. Очень разный блок решений и очень комплексное предложение, которое можно делать клиенту. Немного сложных технологий. Эластичный веб-кластер. Вообще само слово говорит о том, что вот эта штука должна теперь как-то тянуться, она какая-то должна стать резиновая. И мы сознательно подбирали такое название для того, чтобы объяснить, для чего вообще это необходимо. Ну, проще всего на примере интернет-магазина, у которого вдруг внезапно или не внезапно случается бум заказов. Например, вот связной, да, в 2014 году есть такие цифры, что в месяц примерно 17 миллионов уникальных посетителей, и тут вдруг в один день 1,2 миллиона. Да, то есть резкое повышение нагрузки. И таких повышений бывает достаточно много. Ну, например, чемпионат мира по футболу готовятся, готовятся, а нужно всего-то пару месяцев потянуть нагрузку. Да, классический пример. Реклама по телевизору. В том числе. Но помимо того, что есть потребность, на сегодняшний момент созрели технологии. Облачные решения позволяют говорить о том, что существует новая философия. Некая новая философия масштабирования, когда вы не заранее закупаете железо, а масштабируетесь в зависимости от нагрузки. Это довольно просто понять, когда мы говорим о том, что в зависимости от того, сколько у вас посетителей, автоматически выставляются новые сервера, они подключаются в работу, и нагрузка масштабируется. У нас есть очень хороший пример реального клиента, который использует эластичный веб-кластер. Количество хитов в минуту. Где-то нагрузка начинается у нас в 7-8, в 9 утра. Ну вот около 40-50 тысяч запросов в минуту программных страниц. Достаточно большая нагрузка, достаточно тяжелая, которая в итоге приводит к росту нагрузки во времени. Для того, чтобы этого не происходило, система эластичного веб-кластера, во-первых, начинает выставлять по мере роста нагрузки, выставляет дополнительные сервера, масштабирует, и в итоге в пик нагрузки выходит на 55 серверов, которые работают в группе. Ну, собственно, это приводит к тому, что мы боремся с средней нагрузкой low-deverage, да, и боремся успешно. Да, идет пик, и дальше стабилизация. И также мы не выходим из коридора времени генерации страниц. То есть там 350 миллисекунд мы не превышаем. Выставление серверов автоматическое, зависит от этого параметра. Мы не выходим из коридора, и сайт для любого посетителя отрабатывает, и страницы отдаются быстро. С учетом композита, композитный хит, как мы его называем, приходит еще до того, как страница вообще показалась у пользователя. Но самое, наверное, важное, что после определенного времени количество серверов уменьшится. То есть реально вы оплачиваете реальную нагрузку только в пик, 5-6 часов, когда у вас она присутствовала, а все остальное время вы не оплачиваете ни сервера, ни лицензии. На базе этих технологий можно построить катастрофоустойчивый эластичный веб-кластер. По сути, та же технология, но только в двух, иногда может быть и большем количестве экземпляров, когда выход из строя одного комплекта, одного из дата-центров, позволяет работать и лететь вам на другом двигателе. Вообще, с масштабированием и с нагрузками уже достаточно давно все хорошо. А вот построение катастрофоустойчивых проектов, которые позволяют обновлять проекты без остановки. Вообще, ведь нас всегда беспокоит ситуация, когда нам, например, приходит нотификация от какого-нибудь банка. В ближайшие два часа система выдачи по картам не будет работать. И мы злимся, мы говорим, ну как? В современных условиях так не должно быть. Это вот как раз один из тех подходов, когда вы можете построить полностью никогда не отключающийся, всегда функционирующий проект. И изменения касаются не только технологии, вообще эта технология связана еще с системой лицензирования. То есть вы можете приобрести как бы пул серверов, которые вы бы хотели в течение, то есть предплатить определенную базовую нагрузку, но вы можете также приобрести время, в течение которого у вас будут отсутствовать ограничения по масштабированию. То есть вы, например, говорите, ну вот у нас чемпионат мира будет проходить всего две недели. В течение этого времени мы хотим, чтобы у нас не было никаких ограничений. Мы будем масштабироваться и расти так, как нам необходимо. Это все позволяет сэкономить и на железе, и на лицензиях, ну и вообще строить интернет-проекты в соответствии с новой, современной философией для открытого облака или для своего закрытого облака, в котором может быть развернут и функционировать интернет-проект. Все это доступно в продукте 1SBitrix Enterprise. Это полностью функциональный и включающий в себя весь функционал продукт с новой e-commerce платформой. Готовое решение для многих функциональных вещей. Туда теперь включается эластичный веб-кластер. По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, к Артему Рябинкову для консультации и выработки соответствующих решений. Ну что ж, релиз 16.0. Что в себя включает? Поддержка 24, образцово-показательный и адаптивный интернет-магазин, модуль управления баннерами, полностью новая e-commerce платформа D7 с перестроенными и переписанными большинством архитектурных модулей, технологических. И мы перечислили вам и новые службы платежных систем, и новый логистический модуль, и новую систему обработки заказов и так далее. Система e-mail маркетинга с конструктором для систем рассылки и с персонализацией, система единой авторизации, эластичный веб-кластер и обновление двух больших продуктов, Enterprise и мобильной платформы. Традиционно про цены. Цены не меняются. По-прежнему продукты стоят от без малого 2000 рублей за первый сайт и без малого 70 тысяч за редакцию бизнес. Цены не меняются, как минимум в этом году. Не откладывайте покупку на следующий год, если можно сделать ее в этом году. Даты обновления, наверное, самый важный вопрос. Мы очень хотим выпустить все в соответствии с следующим графиком. Служба разработки, технический директор представили нам соответствующие даты. Вообще, надо сказать, что там все в целом очень хорошо. Я практически уверен. 15 декабря выйдет первый блок с единой авторизацией. Большая часть всего по e-commerce платформе. Система управления баннерами, персонализации в рассылках. Вот этот блок будет представлен и доступен. И, что очень важно, e-commerce платформа выйдет из беты. Она станет релизом, и вы сможете конвертироваться в ней. И 23 декабря торговое предложение, конструктор для писем триггерных рассылок. Одним словом, мы планируем до 23-го завершить выпуск всего функционала по управлению сайтом 16.0. В завершении хотелось бы поблагодарить команду, которая в этом году совершила, на мой взгляд, фантастический подвиг и выпустила еще один замечательный продукт. Давайте им поаплодируем, потому что на самом деле коллеги смотрят нас в онлайне и чертовски волнуются. И сейчас ближайшие несколько недель будут для них очень напряженными и ответственными. Спасибо, коллеги, за такие замечательные презентации, за такой замечательный релиз. Коллеги, мы по-прежнему принимаем вопросы в Facebook и ВКонтакте. И готовы отвечать на ваши вопросы из зала. Вот уже есть, пожалуйста. Здравствуйте, я Алексей Акарас, на Тепино. У меня вопрос такой, скажите, пожалуйста, сколько писем с почтового сервера можно будет отправлять с помощью имя маркетинга? Или это будет исключительно возможность нашего почтового сервера, как сейчас? Это да, это зависит от вашего почтового сервиса. Через нашу вертмашину вы можете подключить в принципе любой сервис. Яндекс, например, мы подключали через их PDD. Ну, выдерживает до 100 тысяч, вполне нормально, адекватно. Они на крайний случай направляют письма с просьбой, а что у вас там такое происходит? Тут у вас жалуются, вы им представляете, что есть возможность отписаться, есть возможность еще каких-то действий по письму произойти, что это интернет-магазин. И они лояльно к этому относятся, письма продолжают уходить. — Алексей, очень хороший вопрос, на самом деле, задаешь. Чуть-чуть, может, приоткроем завесу. Вообще этот модуль имеет все шансы оказаться внутри Bidrix24. И тогда полпути мы должны будем запустить сервис, который будет рассылать. Вопросы окончательно не решены, но они серьезно обсуждаются. Возможно, в списке облачных сервисов появится еще один, который будет решать эту задачу. Мы об этом активно спорим внутри. — Здравствуйте, Алексей Шибинский, H-Cube. Будет ли e-mail маркетинг присутствовать в малом бизнесе? И можно ли дать какие-то комментарии по распределению нового функционала между бизнесом и малым бизнесом? — Мне кажется, мы не подготовились. — Да, мы не решали, какой функционал появится. Но здесь мы не планировали ничего урезать, кроме эластичного класса. — Мы забыли спросить этого технического директора. Мы ответим вам в Фейсбуке и ВКонтакте. — Прошу вопрос. — PHP 7.0. — Да? Есть такая цифра? — Когда можно будет говорить, что один из битриксов полностью поддерживает PHP 7.0? — Он еще не вышел. — Работа двигается, он еще не вышел. Ну да, он завтра выходит. Работа идет, и, скорее всего, в ближайшее время мы, ну, относительно в ближайшее время, мы постараемся обновленную машину выпустить, которая будет его поддерживать. Ну и, соответственно, немножко будем продолжать. — Ну вообще, по-хорошему, надо чуть-чуть подождать, чтобы сам PHP 7.0 стал постабильнее. То есть вообще опыт, мы же давно и много дружим с PHP, и хорошо знаем, что происходит. Концепция точно не изменится, мы всегда будем поддерживать новую версию. Я знаю, что Вадим Думброван уже занимается адаптацией под семерку. Вот прям вот что с семеркой выйдет, ну, наверное, не так, но я думаю, что может быть даже в этом релизе. Потому что я прям видел обсуждение у разработчиков, где что-то запрещали делать, какие-то вещи производили замену. То есть архитектура будет полностью соответствовать семерке. — Готовимся, готовимся. — Да, обязательно. — Интеграция с EMS — большие выгрузки. Большинство заказчиков имеют тяжелые базы данных, хостеры ограничивают время выполнения скрипта, в BPS не каждый соглашается клиент. — В принципе, мы это решаем нашим модулем. Если вы используете наш модуль, в нем можно настраивать пакетный, так называемый режим пакетной выгрузки. Во-первых, вы можете поделить по данным пакеты, то есть отдельно выгружать заказы, отдельно выгружать товары, отдельно выгружать цены и так далее. И вы можете делить, сколько будет данных в одном конкретном пакете. Система сама разобьет на нужное количество пакетов, сама проверит, что все пакеты дошли, объединит их и, соответственно, передаст всю нужную информацию. — К сожалению, в стандартной поставке 1С сейчас модуль, который не делит на пакеты, но тот, который поставляется, то есть можно скачать с нашего сайта и установить, он правильно работает с очень большими объемами. Поэтому мы как раз обращаем на него внимание. — Ну, максимальная база у конкретно реального клиента была в 11 гигабайт. То есть 11 гигабайт он гоняет между своими проектами. И, в принципе, нормально все доходило. — Вот, пожалуйста, секундочку, там был раньше вопрос. — Михаил Шуфер, веб-суде Ромза. Вопрос по поддержке 2.4. Могут ли авторы решения Marketplace использовать поддержку 2.4 для написания статей по своим модулям? — На самом деле есть два вопроса, на которые мы сегодня не нашли окончательный ответ. Первый. Мы понимаем, что есть потребность у клиента опубликовать статью для своих сотрудников. Или, например, у вас, как у партнеров, опубликовать статью на этом сайте. Ну, например, мы обрабатываем заказы вот так. Всем читать. А вторая часть — это поддержка для своих решений в Marketplace. Прямо вот сейчас в этом релизе ответа нет, но я думаю, что мы либо к партнерской конференции, либо прямо на ней обсудим этот вопрос и примем решение. Потому что мы понимаем, что такая потребность существует. Конечно, хочется поддерживать клиентов. — Пожалуйста. — Пожалуйста. — Калининка Сергея, да, ты инлайк. Два вопроса от моих разработчиков, ребят. Первое — нет доступа к хайлоат-блокам, настройки именно доступа. То есть часто бывает, когда мы ведем разработку, а наш клиент, нашему клиенту даем право контент-редактора, не видят контент-блоков, ой, хайлоат-блоков. И второе — желательно, я не знаю, есть или нет в новом релизе, группировка дополнительных свойств у инфоблоков. Часто бывает в карточке товара. — Да, правда. — Нужно сказать, например, там, к процессору характеристики и так далее. Они, ну, то есть вот это все время как бы… — Если они работают в Bidrick24, вы им дайте контакт Волошина, пусть они ему напишут там. — На самом деле человек, который отвечает за хайлоат-блок и занимался немножко другим проектом в данном релизе, и, соответственно, мы его поставили на следующий релиз. Но то, что вы просите, связанное с правами, мы это доделаем обязательно, потому что это частый вопрос, и люди часто просят. По второму вопросу, есть готовые решения в маркетплейсе, и мы хотели пересекаться, потому что они достаточно простые, достаточно легко реализовываются, ну и просто не хотелось ребятам бизнес ломать, скажем так. — Хорошо. — Спасибо, пожалуйста. — Есть закономерный вопрос. — При конвертации магазина, что бывает с партнерскими маркетплейс-модулями? То есть что станет с модулями маркетплейс после конвертации? — Ну если вы ядро не меняли, то все будет отлично. Самое главное — не меняйте ядро. Коллеги, еще раз всем клиентам и вообще всем, кто смотрит, модификация ядра — это наказуемое. — Но модули должны быть адаптированы под новую платформу. — Да нет, API же совместима. — API совместима, но для использования новых возможностей, естественно, модуль нужно адаптировать. Были уже прецеденты, связанные с расчетом доставок, как раз-таки, когда модуль не поддерживал разделение на несколько доставок. Вообще доступна платформа в бете уже почти год. И, соответственно, вы можете подогнать решение под эту платформу и изменить свои модули, и когда она выйдет, представить клиентам уже готовое решение. Мы давно предоставляем ее для адаптации своих решений. Пожалуйста, вопрос. — Демин Сергей, компания ITIN. У меня следующий вопрос. А что будет с доработанными компонентами, кастомизированными компонентами, когда мы будем переходить на новую платформу D7? — С компонентами все будет нормально? — С компонентами именно с конвертацией. То есть, смотрите, если мы берем компонент, который шел из коробки, доработали его на старой платформе для клиента, и потом мы начинаем его конвертировать. Вот эта доработка при конвертации сохранится? — Смотрите, компонент, ведь по нашей же философии, компонент не изменится. Изменится ядро, изменится API, вернее, старая API, останется совместимой, но появится новая. Но ваш компонент, он написан на API, он сохранит функционал. В нем не появится новый. Да, возможно, вам потребуется использовать новый компонент, его, например, перенести в те изменения, которые вы делали для клиента. Но в целом компоненты должны полностью сохранить работу. В этом и есть суть сохранения, собственно, архитектуры и дизайна решений. — А что будет с написанными компонентами? — Это все то, что… — Не задействует изменения, связанные с публичным разделом, то есть там никаких проблем не должно быть. — Спасибо. — Планировали реализовать холдинговую структуру, то есть региональное разделение, несколько продавцов, несколько юрлиц в одном магазине. Какие планы на этот счет? — Мы представим ее дальнейшее развитие, мы ее представляли в прошлом релизе, и она постепенно появляется в продукте. Здесь будут сделаны расширения, вы сможете конкретных людей указывать для конкретных заказов, для конкретных отгрузок и так далее. Немножко позже, в следующем релизе, мы сделаем разделение уже по конкретной оплате, то есть конкретный город будет предоставлять клиенту именно те источники оплаты или те источники доставки, которые доступны именно в этом городе. — Частично сейчас, частично в следующем релизе, да? — Да, совершенно верно. — Аня, там… — Артемьев Алексей, что делает консалт. Вопрос. Есть ли в вашей картине будущего уже ответ на вопрос по монетизации бигдаты? Ну и примерно срок. — Хороший вопрос. Особенно в свете счетов, которые приходится за нее оплачиваться. Пока мы не приняли решение. Мы пока не приняли решение относительно структуры монетизации. Мы планируем в течение декабря, и уже начались работы по оптимизации этого процесса. Вот сейчас завершился цикл по разработке нового функционала, и предыдущий функционал доработался. И у нас есть несколько форматов решений внутри, как мы можем сделать эту себестоимость настолько приемлемой, что, возможно, и не потребуется. То есть мы завершили большой этап по разработке этого проекта. Если нам удастся все правильно реконструировать и доделать, незаметно вообще для всех, тогда я думаю, что она останется бесплатной составной частью продукта. Вообще бы хотелось такого варианта. Надеюсь, что все получится. Алексей? — Будет ли статистика по переходам в новые маркетинговые рассылки? Статистика по открытию писем? — Да, статистика собирается. Вы можете маркировать ссылки, вы можете маркировать картинки, переходы и так далее. Мы выдаем вам статистику в конце каждого выпуска, даем статистику обобщенную по всем выпускам. То есть вы можете полностью отслеживать эту информацию. И информация из писем будет передана в модуль конверсии. Вы можете видеть его отдельным каналом, соответственно, его отслеживать, отслеживать конверсию по этому каналу. — Мне кажется, все это работает сейчас. Там прекрасные графики по результатам рассылки. Там отличный модуль получился. — Пожалуйста. — Алексей, компания Codex. У меня от коллеги вопрос. Как будет выглядеть заказ для нефтеризованного пользователя? Можно ли из карточки товара или добавить в корзину каких-то товаров и указать просто имя и телефон без создания аккаунта? — Если для данной оплаты, для данной доставки достаточно будет этих данных, вы можете это указать. То есть вы как бы настраивая магазин, вы говорите, какой минимум информации необходим для этой доставки и для этой оплаты. И система сама подтягивает нужные поля. Если этого будет достаточно, спросят только имя и телефон. — А если для доставки недостаточно, просто уточнить это позднее с целью получить заказ, не затягивать пользователя в сложные какие-то формы, чтобы он просто создал, а потом уже позвонил, искал центра менеджера и все уточнил. — Не делать и поля обязательными, без проблем их можно будет не заполнять. — Спасибо. — Будет ли возможность отставать письма через корпоративные сервера по SMTP, SMTPs, не использовать функцию mail Bittrex? — На самом деле через нашу вертмашину вы уже можете это делать. Это там легко настраивается, просто выбрав пункт меню, вы можете указать сервер, который связывается. Если у вас свое окружение не наше, там немножко сложнее, но в принципе тоже возможно. — Переход на архитектуру D7 произошел во всех продуктах? — Да, без сомнения. — Учебные курсы учитывают этот переход? — Кто учитывает? — Учебные курсы. — Вообще выпущен отдельный учебный курс по платформе D7. И это вообще отдельная задача, направление по обучению, созданию и публикации учебных курсов. Кстати, вы обратили внимание, что они стали бесплатными, и по архитектуре D7 учебный курс бесплатный. Да, конечно, мы стараемся все это делать. Пожалуйста, вопрос. — Алексей, компания «Адеев», скажите, пожалуйста, а будет ли встроено логирование на стороне сервера при обмене с 1С? — Оно уже встроено. Вы можете поставить соответствующую галочку, и лог-файл не просто записывается, он еще и передается со стороны 1С в БУС, потому что очень часто бывает, что не разрешают доступ к 1С. Вы можете поставить соответствующую галочку, и логи будут забраны на сайт. — И еще один вопрос. Какие появятся новые функции в IP и работе с заказами? — Вы знаете, у нас был один слайд, мы его решили не публиковать. По-моему, 68 классов было в предыдущей платформе и 260 в новой. Отдельный блок документации, который будет представлять API-архитектуру нового e-commerce решения. То есть там целая технологическая революция. Мы стараемся все это опубликовать. — Извините. Мы с Алексеем Кирсановым выпускали специальный вебинар, на котором рассказывали про какие классы, что, как появляется, как можно подвешиваться на события и так далее. И на основе этого вебинара наши ребята, занимающиеся документацией, выпустили курс. Сегодня утром читал уже в ленте, что курс вышел. — Из онлайна вопрос. — Как кластер помогает против DDoS? Ну и, соответственно, еще, наверное, надо разъяснить, потому что есть вопрос, как я могу внезапно поднять 55 или плюс 10, неважно, серверов. То есть, понимаю, постепенно наращивать данного магазина с большими оборотами, огромной базой. Как такое возможно сразу скачком 55 серверов? — Вообще эластичный веб-кластер — это не решение из коробки. То есть мы прямо вот задали там 10 параметров, и они так работают. Это комплексное решение, которое требует адаптации, согласования с вашей облачной инфраструктурой. Чаще всего через, у нас там есть специальные вызовы методов API, которые адресуются к облачной платформе, запускают новый сервер с определенными функциями, синхронизируют, встраивают его в процесс, и тем самым происходит расширение либо вебовского части кластера, либо расширение кластера базы данных. — Как помогает это для ДДОСа? На самом деле ДДОС тоже — это такая большая комплексная задача. Вы помните, у нас есть защита от ДДОСа в составе продукта, и очень многие уже воспользовались этой историей. Я прямо знаю нескольких клиентов и компаний, которые были… — Спасенных клиентов. — Спасенных, да, потому что это всегда неожиданно, это как снег зимой. Оно случается, и ты потом начинаешь как-то искать решение. Это не панацея, то есть в целом от большого ДДОСа, конечно, это не защитит, но это возможность иметь запас по времени. То есть в зависимости от чистки, от грубости чистки, которую выполняет оператор, защищающий от ДДОСа, все равно проходит некий мусор, да, некий объем данных. И желательно, чтобы у вашего кластера был некий запас по мощности, когда вы могли бы там в 5 или в 10 раз обслуживать больше нагрузку, из которой, конечно, часть будет мусором, но остальное будет пригодно для функционирования. — Когда обновление мобильной платформы будет? — Я думаю, что вот как раз в эти даты будет обновление мобильной платформы, и, по-моему, до 20-го мы должны все опубликовать в сторе и в гугле, потому что после этого сторы закрываются. Вот я думаю, что вот в районе 15-го, 20-го декабря должна быть публикация. — Был анонсирован механизм функционалов выгрузок скидок из 1С. Будет? — Да, конечно, будет. — В новом релизе. — Вот в этом релизе, да, есть. Пожалуйста. — Хорошо. — Максим, 2Б-дизайн. Расскажите, будет ли возможность подключать триггерные рассылки не только к имейлу, но и, например, смс, фейсбук, вконтакт и так далее? То есть через апи каких-то других систем? — А еще нет таких решений в маркетплейсе? — В маркетплейсе есть на смс, а вот в фейсбук нет, такого не видел. — Спасибо. — Спасибо. Алексей? — Ну, опять же, вопросы, но мы уже ответили по поводу распределения новых функций по редакциям. Но здесь никаких неожиданностей вроде бы не ожидается. Все рассылки через имейл-маркетинг отправляются как вложенный файл HTML. Это неудобно. Будет ли исправлено? — Ну, это зависит вообще не от нас. Это зависит от, как работает почта. И мы стараемся сделать такой формат, чтобы он открывался прекрасно на достаточно большом количестве клиентов. Мы это проверяем и делаем оптимально для этого. Тут как бы уже вы можете делать свои шаблоны со своей схемой логика работы и делать по-другому. — Пожалуйста, вопрос. — Студия Клондайк, Дмитрий. Вопрос про СКУ и Бигдата. Не так давно появилась проблема. Вообще, есть ли какое-то рекомендуемое количество СКУ для одного товара? — С точки зрения Бигдаты? — Ну, в том числе я сейчас приду к этому. То есть у нас у одного товара насчитывается от 200 до 500 СКУ различных вариантов. — Вы не одинок? — Вот. И мы хотели подключить сервис Бигдата, и не получилось этого сделать, потому что очень большое количество запросов генерировалось для выборки. То есть там десятки тысяч запросов приходилось делать, чтобы… — Наверное, надо компонент адаптировать вот такое большое количество СКУ. — Ну, на самом деле, вот там одно из строчек было на слайде, что производительность улучшена. Это как раз мы делали так, чтобы большие СКУ, в которых очень много элементов, могли достаточно образительно доработать. Мы, скорее всего, даже в следующем релизе попробуем переработать саму схему выбора, потому что она не очень удобна, когда со скролированием клиенты не все находят, что там очень большое количество. Мы ее немножко доадаптируем. — Так мы дойдем до умного фильтра для СКУ? — Да-да-да, скоро дойдем. — Были трудности в расчетах наземной доставки Почты России. Решена ли эта проблема в 16-й версии? — Ну, на самом деле, у нас два модуля Почты России, непонятно, каким клиент пользуется. Есть, который работает по старой схеме, мы дергаем старое API Почты России. Есть новый, который работает на внутреннем механизме. И в новом релизе мы поддержим схему с новым API. Но это выйдет немножко попозже, потому что Почта России еще не отдала API в чистом виде. Когда она его отдаст, мы переведем модуль на новое API, они обещают, что он будет работать достаточно стабильно. — Ну что ж, спасибо большое. Спасибо большое за вопросы в студии. Спасибо большое за вопросы в онлайне. Запись этой презентации будет опубликована, я так понимаю, прямо сейчас и в дальнейшем будет опубликована на YouTube. Поздравляем всех с релизом новой версии продукта. Спасибо большое. — Спасибо. — Коллеги, у нас есть возможность по чашечке кофе, по пирожному и уже задавать очень много любых. — Спасибо.